В разговоре с журналистами президент также прокомментировал скандальную резолюцию о противодействии так называемой российской пропаганде. Ее приняли в Брюсселе сегодня. В документе Россию фактически приравняли к террористической группировке ИГИЛ, запрещенной во многих странах, в том числе и в нашей. Мы наблюдаем некоторую, причем совершенно очевидную, деградацию в политическом смысле этого слова, представлений о демократии в западном участии. У нас все пытались, пытаются до сих пор учить демократию. И всегда мы от этих учителей слышали, что самый порочный способ вести дела с оппонентами – это что-то запрещать. И это не соответствует принципам и нормам демократии. А лучшим способом является всегда открытая дискуссия. Очень рассчитываю на то, что все-таки целый смысл торжествует и реально никаких ограничений мы здесь не увидим. В МИДе тоже ответили на резолюцию. В ведомстве документ назвали «дискриминацией прав наших СМИ». Да и вообще, данная резолюция нарушает решение ОБСЕ, международные нормы о свободе СМИ, свободе самовыражения и даже законные права граждан стран Евросоюза. Напомню, рассматривать документ в Европарламенте начали накануне и вот сегодня одобрили. Автор проекта резолюции – евродепутат от Польши Анна Фатыга. Она призналась, что руководствовалась личными мотивами при разработке документа. Вот представляете, это еврочиновник. Неинтересны ей ни чьи права и свободы, только ее мнение. Главный посыл резолюции – информационная борьба с так называемой российской пропагандой и ее главными рупорами. Телеканалом «Раштудэ», агентством «Спутник» и даже «РПЦ». Здесь же проводится аналогия. Россию сравнивают с запрещенной террористической организацией «ИГИЛ». Якобы мы, террористы, главная угроза для ЕС, расколоть союз хотим. Абсурд, конечно, но еврочиновников такая гремучая смесь понятий не смущает. Вот до чего дошли. Правый смысл не преобладал. Мне в этом смысле, конечно, очень жалко европейский истеблишмент, который все это затеял, который сам себя зачем-то напугал Россией так, что вот они уже боятся Россию чуть ли не больше, чем ИГИЛ, по крайней мере, так же, как ИГИЛ. Это, конечно, смешно только может быть. Президент Владимир Путин уверен, что резолюция – это признание результативной работы телеканала и даже поздравил журналистов. Но резолюция – это не все. Вчера на заседании Европарламента представитель Британии вообще призвал к охоте на ведьм. Давайте, говорит, отмечать всех экспертов, которые появляются в эфире все той же «Раш Тудей» в неугодных материалах. Дал интервью – ответишь за свое поведение публично, в дебатах. Отдельного внимания заслуживает название доклад британца, цитата «Полезные идиоты Путина». Это про СМИ, как раз про «Раш Тудей» и «Спутник». Не дипломатично как-то. О свободе слова вообще молчу. В Европе они явно забыли, как и о том, что у самих машин пропаганды работает на полную мощность. Стоит посмотреть хотя бы BBC или CNN. Хотя так уж ли забыли. Оказывается, на контрпропаганду выделяют немалые деньги – 1 миллион евро. Теперь вы понимаете, почему резолюцию все-таки одобрили? КОНЕЦ ВЕСЁЛАНДЕМЕЦ Продолжение следует...